Так, всем привет, всем добрый вечер, и давайте начинать. 8 часов по Москве, так что поехали. Значит, первое, если меня слышно и видно, то, пожалуйста, что-нибудь напишите в чате, который у вас есть, вот ссылки от отуса. Чтобы я знал, что все работает, и можно продолжать. Отлично. Так, слышно-видно. И да, сразу же скажу, что сегодня у нас трансляция идет на YouTube, и, соответственно, есть задержка между тем, что я говорю, и что вы слышите. Это секунд 10-15, поэтому буду с задержкой читать то, что вы будете писать в чатике. Так, но постараюсь ничего не пропускать. Хорошо, тогда давайте начинать. Сегодня у нас день открытых дверей курса по машинному обучению продвинутого, и заодно поговорим немножко про карьеру в этом нашем Data Science, какие сейчас есть перспективы на рынке, и вот это вот все. Так, поэтому сразу же призываю к задаванию вопросов. Если у вас есть любые вопросы, которые хочется обсудить, то пишите в чатик, чтобы можно было пообщаться на эту тему. Так, пум-прум-прум, это всякая ерунда. Значит, что сегодня хочется обсудить? Ну, во-первых, про сам рынок вакансий, кого вообще сейчас ищут, где ищут, и вот это вот все. Дальше будем говорить про программу нашего курса, продвинутого по машинному обучению, обсудим, почему именно такая, какие там есть модули, блоки и так далее. Поговорим о самом проекте ОТУСа, что это такое, и чем он отличается от всех остальных, и ответы на ваши вопросы в течение всей нашей сегодняшней встречи. Так, перед тем, как перейдем, давайте пару слов обо мне. Вот, меня зовут Дима, я руководитель курсов по машинному обучению в ОТУСе, Professional и Advanced. Я работаю с синер-дата-сайентистом в компании OURA в Хельсинки, в Финляндии. Занимаемся тем, что производим вот такие умные колечки, очень классные, которые собирают огромное количество всякой разной биологической информации о человеке, ну, в частности, как он спит, какие состояния у него сердца, здоровье и так далее, активности. То есть огромное количество временных рядов, с которыми постоянно работаем. Очень интересная штука. Так, это совсем-совсем вкратце обо мне. И давайте действительно сразу перейдем к того, кого ищут компании. И сначала можно немножко познакомиться, можете написать в чате, кем вы сейчас работаете, сколько лет уже в отрасли, и почему вообще сюда пришли, чем интересен курс, или просто было интересно послушать про карьеру, про вакансии. Так, ну и пока вы это пишете, потихонечку начнем обсуждать, что у нас сейчас с рынком вакансий. Здесь небольшая статистика по HeadHunter, но понятно, что HeadHunter – это только часть всех тех вакансий, которые есть, причем не самая, может быть, даже хорошая в плане поиска работы, но тем не менее. Даже на HeadHunter вакансии, там, с опытом работы от одного до трех лет в Data Science HCL 234 штуки. Ну и опять же, учитывая то, что есть другие ресурсы, типа Хаббер Карьеры или чатики в ОДС, где тоже скидывают самые сочные вакансии по машинному обучению, то, само собой, спрос на датсиентистов, он никуда не делся, даже в период кризиса, что достаточно приятно. И у меня многие знакомые, в том числе, сейчас работу меняли, то есть все нормально, рынок не перенасыщен, и по-прежнему люди ищут себе специалистов. Особенно в России, потому что в России есть большой недостаток недостаток IT-специалистов, в частности, связанных с машинным обучением, потому что компании уже все поняли, что да, пора развивать машинное обучение, а вот общество еще не готово в таком количестве поставлять специалистов, потому что образовательные программы в тех же вузах, в университетах, они только-только начинают выпускать первых специалистов, ну и понятно, что объемы выпусков не настолько большие. Поэтому во многом рынок датсиентистов – это рынок самоучек, что хорошо, то есть люди получают образование самостоятельно, проходят сами курсы, читают книги и набивают себе практический опыт для того, чтобы начинать заниматься прикладным анализом данных и прикладным машинным обучением уже в компаниях. Вот так что да, в плане спроса, в плане рынка действительно повезло быть в такой профессии тем, что вне этого кризиса она немножко находится, и спрос на нее никуда не девался. Плюс из-за такого недостатка специалистов само собой растут и зарплаты средние, и в России очень часто зарплаты специалистов по машинному обучению сильно выше средних зарплат в целом даже по IT-отрасли. Поэтому это тоже большой, конечно же, плюс в том плане, что есть, скажем так, рычаги давления во время собеседований, потому что хороших специалистов мало, людей, у которых есть практический опыт, а не только диплом бакалавриата или диплом администратуры тоже не сильно много. Поэтому если у вас есть такие конкурентные преимущества, как собственное портфолио задач, какие-то успешно решенные практические проекты, то, само собой, и зарплатные ожидания тоже могут быть выше. Так, ну да, здесь можно посмотреть на всякие разные средние, медианные зарплаты и так далее, что здесь есть. То есть они действительно достаточно высокие. Само собой, это источник к источнику цифры будут очень сильно разниться. Можно там же глаз в дворе посмотреть, тоже на разброс зарплат в России, на LinkedIn иногда пишут. Но в целом, действительно, для специалистов, даже начинающих, типа джунов, зарплаты в машинном обучении, Data Science, скорее всего, будут начинаться где-то от 70-80. Для медлов это, соответственно, уже будет, наверное, в районе 100-150. Так что это, опять же, очень неплохо в плане рынка. Ну и про требования к соискателям. Значит, что вообще сейчас требуется и что во время интервью могут спрашивать. И про это можем, в принципе, и дальше говорить, если у вас есть какие-то вопросы, потому что я на все, наверное, забуду. Все забуду сказать. По требуемым навыкам. Ну, очевидно, что язык номер один сейчас это Python в анализе данных в машинном обучении. По многим причинам, начиная с того, что входной порог для того, чтобы начать программировать на Python, относительно невысоким был и остается. И, соответственно, вокруг него появилась огромная экосистема разных энтузиастов, которые в свое время написали тот же Escalerne и прочие библиотеки по машинному обучению. Ну, и из-за такого небольшого входного порога выяснилось, что очень удобно и очень просто разрабатывать на Python огромное количество разных методов и моделек. Поэтому большая часть алгоритмов машинного обучения реализована именно на Python. Ну, и, соответственно, компании тоже будут ожидать от людей хороших навыков программирования именно в этом языке. Да, иногда, конечно, еще встречается R, особенно если идти в что-то, связанное с фармацевтикой или с финансами. Скорее всего, там еще появится этот язык в требованиях просто по той причине, что R специально был разработан как статистический язык. И все, что связано с хорошей статистикой, с эконометрикой, это, скорее всего, будет лучше написано на R. И поэтому компании, которые заинтересованы в большей степени именно в интерпретируемых моделях, в эконометрических моделях, в вероятностных моделях, они, скорее всего, будут требовать R. Во всех остальных случаях, скорее всего, это будет Python. Иногда, конечно, встречаются всякие экзотики типа Julia, но в основном это Python. Поэтому, да, это, наверное, навык номер один. Из таких еще вещей SQL будет, наверное, полезен просто потому, что запросы к базам данных, скорее всего, все еще будут делаться через SQL. Так что тоже полезно знать. Но, наверное, таким уж языком программирования его не назовешь. Это используется исключительно для того, чтобы достать какие-то данные. А дальше начинается самое интересное, потому что вот это два навыка, которые, скорее всего, будут требоваться всегда. Все, что помимо языков программирования, может очень-очень сильно варьироваться от компании к компании. Во-первых, из-за того, что разные требования есть, разные продукты, которые компании выпускают. А во-вторых, из-за того, что разный бэкграунд у специалистов. И, опять же, чем крайне интересен мир дата-сайенса и машинного обучения, здесь работают люди, у которых не обязательно бэкграунд в математике, в IT, в программировании и так далее. Это могут быть люди, которые пришли из совершенно разных профессий, из совершенно разных сфер. Кто-то из биологии, кто-то из юриспруденции. В общем, максимальное количество разбросов. И, что удивительно, практически все эти люди могут что-то найти смежное в анализе данных, что связано с их текущим набором скиллов. Опять же, наверное, большой плюс анализа данных в том, что это крайне мультидисциплинарная история. И в очень многих компаниях, в очень многих сферах так или иначе можно применять модели машинного обучения, но очень хорошо, если у вас есть так называемый domain knowledge, то есть понимание, знание о процессах, о бизнес-процессах, которые в этой компании устроены. Если у вас есть это понимание, то, скорее всего, вам будет гораздо проще заниматься машинным обучением по той простой причине, что вы понимаете, как функционируют данные, как собираются эти данные, откуда они берутся, какие признаки можно генерировать на этом основании, и, соответственно, строить модели, уже понимая, почему именно такие данные вы используете. Так что здесь крайне могут быть разные истории. Я работал в GameDev, сейчас работаю в компании, которая связана с носилыми технологиями, со здоровьем, и с банками тоже всякие проекты делал. То есть, что приятно, очень мультидисциплинарно, и разные навыки могут быть востребованы. В целом, конечно, всегда будет ожидаться какой-то стандартный набор по машинному обучению, то есть если это питон, то, скорее всего, будет ожидаться эскалерн, хорошее понимание всех методов и моделей основных машинного обучения, умение решать задачки, регрессии, классификации, кластеризации вот этого всего, и, в принципе, понимание теории машинного обучения. То есть это тоже такая необходимая база. Но вот дальше в плане практического применения могут быть абсолютно разные направления, разные проекты. И здесь, наверное, очень важно понять, что интересно конкретно вам, потому что направлений очень много. Есть условно-компьютерное зрение, есть NLP, Natural Language Processing, обработка естественного языка, есть, не знаю, там, табличные данные, текстовые данные, аудио, видео и так далее, и так далее. И охватить все достаточно сложно. В любом случае нужна хоть какая-то специализация в тех методах, в которых вы себя чувствуете комфортнее всего, и вам приятнее всего, например, с такими данными, с такими моделями работать. Поэтому хорошо, если у вас есть понимание и знания, хотя бы базовое, в разных направлениях машинного обучения, но есть некоторая специализация в конкретной области. Ну вот, если про себя говорить, то есть да, у меня там есть понимание и про условно обработку текстов, и про видео, и про аудио, и так далее, но в основном я все равно занимаюсь временными рядами. И в основном специализируюсь именно в этой области. Так, это про требуемые навыки немножко, и про что спрашивают во время интервью. Опять же, очень такой вопрос обширный, и нельзя сказать, что вот, обязательно спрашивают вот это, и вот это, и вот это еще спросят, и можешь идти. Конечно, все зависит от интервью от компании, и от той позиции, на которую вы претендуете. Ну вот, по моему, по крайней мере, опыту, если это джуниор-позиция, то стоит ожидать очень большого количества вопросов теоретического характера. То есть, действительно, будут гонять по теории, смотреть, какие есть конкретно пробелы в знаниях. Но в теории всегда могут быть пробелы в знаниях, так что что-нибудь да найдут, что неизвестно. И здесь очень полезно бывает иметь за спиной, даже на этапе джуниор-собеседований, иметь какой-то практический опыт. Это не обязательно может быть опыт в компании. Если вы участвовали в соревнованиях, если просто делали какие-то пэт-проекты, то есть что-то для себя, для души, если у вас есть портфолио, которое показывает, что да, действительно, вы использовали вот эту модель таких данных, потому-то, потому-то, то гораздо приятнее будет проходить собеседование, потому что, скорее всего, можно будет говорить уже о проектах, а не о непосредственно теоретических знаниях, которыми вы можете и не всегда обладать. Ну, или можно просто, наверное, забыть. Поэтому мы тоже здесь, когда курс этот составляли, пытались все сделать так, чтобы вы получили и необходимые теоретические навыки для того, чтобы проходить потом собеседование и понимать, в принципе, как модели устроены, и чтобы у вас по завершению остался мощный такой набор проектов, которыми не стыдно поделиться и о которых можно говорить на собеседованиях. Поэтому это тоже такой большой фокус нашего курса на практические задания, на объемные домашние задания, которые выливаются в итоге в проекты. Вот это что касается джуниор-позиции, когда именно джуниор-вещи ищете. На мидл-позициях уже, скорее всего, будет поменьше вопросов про теорию и больше вопросов про опыт. То есть, а что действительно вы умеете делать, о чем вы занимались, о чем вы специализировались, какие у вас были завершенные проекты на условно-предыдущем месте работы. Почему говорю про опыт и про предыдущее место? Потому что редко, когда мидлом можно стать после завершения курсов, университетов или чего бы то ни было еще. Обычно люди ожидают, компании ожидают уже практического опыта, опыта в компании, работы, для того, чтобы человек мог претендовать на мидл-позицию. Наверное, если идти в стартап, то это может немножко меняться и более лояльно это все может происходить. Но в любом случае, наверное, становиться СТО в стартапе после того, как вы прошли один курс, тоже не очень хорошо. Потому что можно много всяких нехороших косяков наделать. Ну и, соответственно, да, чем выше позиция, тем обычно больше разговоров, понятно, про опыт и меньше разговоров про какую бы то ни было теорию. Плюс, конечно, еще иногда могут быть тестовые задания, которые лично я очень люблю. Хотя у некоторых людей отношение к ним достаточно двояркое. То есть тестовые задания – это обычно некоторая задачка, в нашем случае по анализу данных, по машинному обучению, которые даются искателям после прохождения первого скрининга или первого интервью. И по результатам выполнения этого тестового задания уже дальнейшее интервью строится. Почему я лично люблю такой подход? Потому что он позволяет вам понять, насколько адекватные люди в этой компании находятся. Потому что если задание составлено очень грамотно, красиво, все понятно, все хорошо, ну, скорее всего, там действительно люди понимают, а что вообще такое машинное обучение. Если же задание составлено не пойми как, вот, принеси то, не знаю что, и вообще сделай сам с этими данными, что знаешь, тогда уже возникает вопрос, а насколько люди, которые вас потенциально нанимать будут, представляют себе, что такое дата-сайенс и машинное обучение. К сожалению, сейчас есть не самые добросовестные, скажем так, компании, которые рекламируют свои позиции, как действительно позицию дата-сайентиста, но в результате, когда вы туда приходите, выясняется, что нужно делать, не знаю, и бэкапы всей системы, и сервера настраивать, и инфраструктуру, а еще вот тут вот на customer support поотвечать, то есть ищут просто человека, который будет делать все. Или придется сделать дата-сайенс, и будет хорошо. Поэтому тестовое задание – хороший способ прощупать немножко почву, понять, о чем вообще эта контора. И обратная ситуация – это возможность для вас показать все, что вы умеете, все, что вы можете, ну, плюс там написать, что еще бы вы сделали, если бы вас наняли. И опять же, дальнейшие интервью будут строиться на основании сделанного проекта. Чем это круто? Вы сможете объяснить, почему те или иные шаги предприняли в рамках своего анализа, почему именно эта функция потерь, почему именно такая настройка гиперпараметров, почему такие результаты и так далее, и так далее. То есть уже будет такой предметный разговор, а не просто, ну, давай мне там нарисуй какой-нибудь алгоритм на листочке, что, конечно, гораздо приятнее. Так, это пару слов про, что спрашиваю во время интервью. Так, выпускникам. Да, это, собственно, что предлагает Отус по результатам обучения здесь. Ну, во-первых, конечно, у вас будет сертификат о прохождении курса, в котором будет указано... Так, ага, сейчас вижу комментарий, сейчас отвечу. Вот, в сертификате будет указано, над каким проектом вы работали, какие занятия и так далее вы проходили. То есть тоже бумажка, которую можно будет положить в файле, повесить на стеночку и так далее, и гордиться. И еще в Отусе есть консультации по карьерным вопросам. То есть можно, например, составление резюме, помочь, чтобы его гранатно оформить, отправить какие-нибудь компании, которые являются партнерами Отуса. Но об этом сейчас еще поговорим. Итак, вопрос. Стоит идти на курс Адванс для получения преимущества перед другими соискателями или для этой цели лучше оттачивать базовые знания? Ух ты, хороший вопрос. На самом деле я бы сказал, что идти на Адванс без базовых знаний в принципе не стоит, потому что Адванс курс, продвинутый курс, он на самом деле не является, скажем так, прямым продолжением, что ли, профессионал курса. Он скорее покрывает недостающие главы. То есть что-то такое вот особенное, что может действительно дать вам конкурентные преимущества. То есть те модули, которые мы тогда поставили, те занятия, которые мы решили в него включить, они затрагивают глубже те темы, которые мы разбирали раньше и еще охватывают курсы, которые мы в принципе не предоставляли. Например, курс по байсовскому модерированию или курс по reinforcement learning. То есть это вещи, которые не всегда могут встречаться, но если они у вас есть, это безусловно преимущество. Но опять же, если у вас нет базовых знаний, базовых навыков в машинном обучении, то тогда лучше сначала их получить, а потом уже идти на advanced course. То есть, само собой, иметь конкурентные преимущества без базы будет не очень конкурентным преимуществом. Так что, наверное, лучше сначала отточить базовые знания. Так, ну и опять же, смотря, что, конечно, считается под оттачиванием, потому что есть, скажем так, две крайности в изучении машинного обучения. Ни одна из которых лично мне не кажется истинной. И, наверное, лучше искать какую-то золотую серединку. Первая крайность – это полностью углубляться в теорию. То есть максимально изучать то, что вот все тонкости, все особенности работы алгоритмов, математики, почему все это так работает и так далее, и так далее. То есть такие академические курсы проходить условно, как университетские курсы, классические книги читать и так далее. Это хорошо для понимания, безусловно. То есть вы будете очень классно понимать, почему это все работает. Но это не дает вам практических навыков. И более того, можно настолько углубиться в теорию, что возникнет прекрасной ситуацией, когда будет казаться, что у вас надо еще вот это доучить, вот это доучить, и только потом можно заниматься практикой. И до практики так никогда и не дойти. Обратная ситуация – это, соответственно, что-то ближе к инфо-цыганам, когда давайте мы сейчас тут Data Science делаем, потому что тут есть AutoML, сейчас туда засунем какие-нибудь данные, нам с обратной стороны выйдет результат. Или вообще нажмем кнопочку, и будет хорошо. То есть никакого понимания, что стоит за моделями, никаких базовых знаний в теории, но зато много-много практики, которая на самом деле не работает. То есть чисто практикой тоже не взять. Поэтому я бы сказал, что хорошее сочетание должно быть между пониманием, как все устроено, и практикой, чтобы действительно отточить просто свои навыки. Вот это насчет базовых знаний немножко. Так, про компании «Партнеры». Их на самом деле очень много, и среди них есть всякие классные штуки. Поэтому, если вам интересно, после прохождения курсов можно подать свое резюме в базу данных Отуса, и, соответственно, это резюме попадет сразу же к руководителям, которые ищут себе новых сотрудников в каких-нибудь компаниях, которые вам интересны. Так что это такая хорошая партнерская программа, чтобы сразу же миновать этап скрининга резюме и пойти собеседоваться. Так, ну давайте про программку курса поговорим. Сейчас я сшаю другой экран. И вот сюда. Так, теперь вам должна быть видна эта штука. Просто на сайте открыл, чтобы было удобнее. У нас здесь хорошо все расписано в программе. Так. Да, огромное количество преподавателей, конечно, нас сейчас набрали. Но, опять же, мы это делаем по той простой причине, что мы хотим для каждого модуля, который мы рассказываем, для каждой лекции даже, который мы рассказываем, найти специалиста, который прям очень хорош именно в этом направлении. И мы не пытаемся парочкой преподавателей забить все, что можно. Наоборот, стараемся очень специализированно подавать материал. Итак, по программе обучения нашего продвинутого курса. Значит, все начинается у нас с продвинутых методов машинного обучения и автоэмэль. То есть, зачем это все нужно? Сначала мы смотрим, а как вообще обустраивать экосистему работы в питоне, если вы уже работаете в продакшене. То есть, начиная от того, как виртуальную оболочку себе настраивать, и заканчивая тема, как теперь заниматься менеджментом всяких пакетов и зависимости в питоне, какие есть фреймворки и темплейты для того, чтобы писать хороший код по машинному обучению, тот же cookie cutter, например, прекрасный. То есть, мы сначала разбираем, как настроить себе базу для того, чтобы уже от нее дальше плясать. Во втором занятии смотрим на всякие прикольные штуки, как можно оптимизировать код на питоне, потому что он не то, чтобы известен своей хорошей производительностью, и иногда есть необходимость его ускорить через парализацию или мультипроцессинг или разные прикольные библиотеки, которые позволяют код в питоне трансформировать в код, например, на C, низкоуровневый, чтобы быстрее считалось. Дальше говорим про немножко адванс-методов по датапрепроцессингу, и, наконец, переходим к AutoML. В AutoML мы специально разбираем такие самые основные библиотеки, которые крайне популярны, типа Feature Tools, H2O или T-POD, и при этом смотрим на их ограничения в том числе, потому что, да, сейчас много разговоров о том, что датсиентисты будут не нужны, сейчас там AutoML появятся, и вообще на питоне программировать не надо, но по факту у всех этих методов есть огромное количество разных недостатков, ограничений, и они лучше всего работают как бейзлайн, как стартовое решение, от которого вы уже дальше, используя свои знания и навыки, будете развивать дальнейшее решение. Так, это у нас модуль 1. Модуль 2 весь про продакшн, немножко почувствует себя дата-инженером, смотрим на то, как строятся end-to-end пайплайны, ну, сначала просто в эскалерне, потом уже на всякие приложения типа Flask или как завернуть все в докер, упаковать, Kubernetes и немножко AWS. То есть зачем это нужно? Само собой мы не пытаемся сделать из вас дата-инженеров, потому что за несколько занятий это невозможно. Но как датсиентисты вы должны уметь взаимодействовать с инженерной частью вашей компании и говорить с ними примерно на одном языке, чтобы та модель, которую вы построили, можно было легко ее взять и внедрить в прод. Для этого вы, конечно, должны понимать, а что нужно для этого сделать. Как модель нужно упаковывать, как ее готовить, какие планы нужно создавать, чтобы она была готова к внедрению. Так, это у нас модуль 2 про продакшн. Дальше, мои любимые временные ряды. Здесь смотрим на те методы, которые мы обычно упускаем из виду, когда занимаемся временными рядами. Я уж не говорю о том, что обычно одну Arima-модель все разбирают, которая явно недостаточна для того, чтобы работать с временными рядами. Но обычно разбираются исключительно вещи, связанные с прогнозированием временных рядов. Это прямо изглубленная тема. А давайте сейчас что-нибудь напрогнозируем. Но есть ситуации, когда временный ряд сам является признаком некоторого объекта. Допустим, у вас есть пользователи, которые взаимодействуют с вашим сайтом, и у вас эти пользователи, кто-то уже один день только прожил, кто-то месяц. То есть получаются разные временные ряды взаимодействия пользователей с вашим сайтом. А дальше вы хотите, например, предсказать, кто из этих пользователей отвалится через, не знаю, полгода. И вот у вас есть разношерстные разношерстные такие временные ряды, из которых можно подергать признаков. Есть конкретный таргет. Мы здесь как раз в рамках первого занятия будем смотреть, как можно извлекать признаки из временных рядов при помощи всяких прикольных методов, типа пришедших, например, из сигнал-процессинга. А дальше еще разбираем две темы, связанные с обучением без учителя на временных рядах. Потому что да, почему бы и нет, тоже можно использовать. В частности, это кластеризация временных рядов, как можно загруппировать ряды друг с другом. И сегментация временных рядов, как можно в рамках одного временного ряда найти кусочек, сегмент, где поведение будет примерно одинаковое. И то, и другое очень полезные вещи, но, возможно, на достаточно специфических задачках встречаются. Так, модуль 4. Это рекомендательные системы. Здесь мы покрываем разные варианты фидбэка, которые могут быть. То есть тот случай, когда пользователи в явном виде говорят, что да, вот это мне понравилось, это мне не понравилось. В случае явного фидбэка и в случае неявного фидбэка, когда пользователи не могут или не хотят давать вам каких-то явных оценок. И вместо этого у вас есть поведение пользователя, из которого вы пытаетесь понять, понравился вообще мой продукт этому человеку или нет. Еще одна из задачек, это задачка ранжирования. То есть когда мы не просто говорим, что вот этому пользователю мы покажем вот это кино. А мы хотим дать список из нескольких объектов, отранжированных в порядке убывания предпочтения. То есть что вот первый объект, который мы покажем пользователю, например, в поиске, он будет самый классный, самый хороший, на него с большей вероятностью человек кликнет. А все, что будет ниже, уже вероятность будет меньше. Ну и одно практическое занятие будет, где в прямом эфире будем строить рекомендательную систему. Так, далее графы. Очень хорошая, интересная структура данных, которая в основном возникает, понятно, в социальных сетях, хотя в биологических сетях тоже, в транспортных сетях. То есть огромное количество, на самом деле, есть приложений у графов. И мы как раз будем разбирать, какие задачи можно решать при помощи каких библиотек и методов и посмотрим на самые распространенные и интересные задачки, типа Link Prediction, Note Classification, и опять же будет практическое занятие. Будем решать задачку на графах. Так, шестой и седьмой модуль – это как раз новые топики, которые мы решили включить как раз из-за того, что они очень, возможно, узкоспециализированы, но при этом дают классные преимущества тем людям, которые действительно с ними знакомы. Значит, первый модуль – это байсовское обучение. И почему оно такое классное? Потому что оно немножко меняет всю парадигму мышления о вероятностях. И если раньше в классическом частотном фреквентистском подходе мы всегда пытались получать какие-нибудь точечные оценки плюс доверительные интервалы. Не знаю, линейную регрессию строим, состоятельную, эффективную, несмещенную, получаем оценки, и дальше говорим, вот у нас есть такая оценка коэффициента плюс-минус какое-то стандартное отклонение. Все, получили оценку коэффициента, доверительные интервалы. С прогнозами то же самое. Сделали прогноз и можем построить доверительный интервал. Но это, на самом деле, очень ограниченный инструмент для риска анализа. Потому что если у вас есть только одно единственное точечное значение предсказания, и вот этот большой интервал, в котором, например, содержится 95% нашей случайной величины, то мы не можем оперировать более тонкой настройкой, связанной с вероятностным распределением этой величины, а насколько плотно она будет содержаться в этом интервале. И вот как раз байсовское обучение, оно полностью построено на работе с вероятностными распределениями. И из-за этого возникает очень много классных практических задач, связанных с байсовским обучением, когда нам необходима очень хорошая и точная интерпретация наших результатов. Ну и именно поэтому в основном эта штука используется в медицине, в фармацевтике, в оценке клинических испытаний и в, где еще она у нас используется, в финансах. Немножко для риска анализа. Но в основном это, наверное, медицина, где действительно нужна интерпретируемость, абсолютно полная прозрачность моделей и очень точный риск анализа, чтобы понимать, насколько нам, например, рискованно будет этого человека направлять на тестирование, как вариант. Значит, что мы здесь будем разбирать? Сначала начнем с введения, то есть что это вообще такое, почему эта парадигма сильно отличается от частотного моделирования, что такое быстрее оценки, сэмплирование, как это все получается. Дальше будем смотреть на те алгоритмы, которые позволяют нам получать эти самые вероятностные оценки. Посмотрим на практическое применение в виде байсовского обетестирования и начнем уже смотреть на модели. А именно на обобщенные линейные модели, байсовские регрессии, которые нам позволяют заниматься задачей регрессии и классификации. И снова будет у нас практическое занятие, будем смотреть на медицинский кейс. Вот. Так, это у нас шестой модуль. И седьмой модуль, точно такая же, немножко обособленная тема, это обучение с подкреплением. Снова не всегда можно найти практическое применение, потому что задачи, которые связаны с reinforcement learning, в основном сейчас были про «а давайте научим какую-нибудь сеточку, которая будет классно играть в эту компьютерную игру». Что, конечно, очень круто само по себе, но на практике все еще применяется достаточно редко. Именно для обычных задач, которые есть в компании. Ну вот мы здесь будем смотреть на введение в обучении с подкреплением, что это такое, как строятся агенты, что такое взаимодействие с окружающей средой. Практические примеры, опять же, будем смотреть, как можно то самое АБ-тестирование опять оптимизировать при помощи многоруких бандитов. И будем смотреть на основные алгоритмы, которые позволяют нам работать с обучением с подкреплением, обучать наших агентов, взаимодействовать со средой. И в конце у нас тоже будет несколько практических занятий по решению медицинского кейса и финансового кейса. Будем пытаться агента научить зарабатывать на бирже. Так, последний модуль, модуль под номером 8, это у нас проектная работа. То есть в рамках всех вот этих предыдущих модулей у нас в каждом модуле есть по одной домашке, может быть, иногда две домашки, каждый из которых представляет собой законченный мини-проект по анализу данных. То есть вы будете получать набор данных, инструкции, что нужно сделать, и вперед. Соответственно, будете проходить по полному пайплайну работы с данными и получать результаты. А вот проектная работа, проектная работа уже предполагает, что вы самостоятельно предлагаете тему, ну или берете ту тему, которую мы или наши партнеры курсов предлагают, и работаете над ней, консультируясь, конечно, с преподавателями, для того, чтобы получить тот самый практический опыт, практический навык работы, независимой практически, с проектом по анализу данных. И у нас, например, очень часто студенты берут какие-нибудь рабочие задачки, то есть они оговаривают со своими руководителями, где есть какие нужды по машинному обучению, берут данные с работы и в рамках проектной работы нашего курса занимаются решением конкретной прикладной задачки у себя уже на работе. То есть очень такой получается хороший опыт, когда вы прошли курс и решили задачку для своей компании. Так что очень приветствуется, когда есть действительно практические вещи. Плюс, само собой, мы гарантируем полную NDA, неразглашение всей информации. Так что здесь все безопасно в этом плане. Не обязательно брать данные с работы, можно брать из открытых источников. Есть у нас, например, примеры, когда люди сами собирают какие-нибудь дезасеты, просто потому что это прикольно поработать с уникальным набором данных, который ни у кого больше которого нету, потому что его собрали самостоятельно, он какой-то новенький. И очень часто еще у нас пишут статьи по окончанию, по проектам. Опять же, потому что очень классные вещи люди делают. Почему бы не поделиться и не рассказать? Это и для самопиара полезно, ну и людям тоже будет интересно почитать. Ну и в рамках этой проектной работы это модуль, который длится один месяц, то есть у нас будет один месяц на выполнение проекта, будем проводить консультацию, поговорим еще про поиск работы заодно, и в конце у нас будет защита проектов. Защита – это такое приятное мероприятие, когда вы рассказываете, что вы сделали, мы слушаем, смотрим и даем комментарии. Так, ум-пу-рум-пу-рум, это все. Да, если интересно, здесь можно скачать подробную программу, и там будет прям все-все-все расписано, что у нас вообще есть, какие домашки, где что. Так, возвращаемся в презентацию. Про программу курса мы поговорили. Так, ну да, вопрос в студию и в аудиторию. Есть ли что-то, что вам сейчас, например, очень актуально, какие-то темы, которые вам нужны для рабочих задач? И пока вы это пишете, пару слов о том, что такое ОТУС. ОТУС – это у нас образовательный проект, который ищет и обучает специалистов и пытается их потом соединить с разными хорошими компаниями. Так что мы действительно ориентируемся на то, что наши студенты получают необходимые практические навыки для дальнейшей работы в компаниях. Ну и вот немножко всякой статистики. Много-много студентов, много-много лет работаем, и много людей получают в итоге офферы и предложения не только от наших партнеров, но и, в принципе, когда выходят на рынок. Так. Да, есть лицензия на образовательную деятельность, что круто. Сами программы курсов разрабатываются непосредственно людьми от САХИ, те, которые сами работают в индустрии. И люди понимают, что нужно компаниям, и составляют от этого же сами программы для образования. Так. Про студентов немножко, что мы не обучаем, по крайней мере, пока что не совсем с нуля. И особенно это касается, конечно, продвинутого курса. В том плане, что мы ожидаем от студентов уже некоторых навыков. Они прописаны на программе сайта. То есть мы ожидаем, что у вас уже есть навыки программирования. Мы никоим образом не будем учить питона с нуля. Ожидаем навыков работы с линейной алгеброй, с математикой, с этим вот всем. И, конечно, знаний уже базовых концепций и моделей машинного обучения, если вы хотите идти на advanced course. То есть вещей типа кросс-валидации мы, конечно, объяснять с нуля уже не будем. Мы этим делом будем просто пользоваться для настройки более сложных вещей. У нас есть вступительное тестирование для оценки уровня знаний. Ну и еще очень хороший вариант, как можно оценить свои силы, это посмотреть открытые уроки, которые у нас регулярно проходят. И просто можно оценить, насколько вам понятно то, что рассказывается в рамках открытого урока на той или иной программе, продвинутые или профессионал курсы. Так, да, все наши преподаватели, руководители и наставники, и вообще все, кто у нас есть, это практикующие эксперты. То есть у нас все люди работают в разных компаниях, и все они прошли специальную подготовку для того, чтобы хорошо преподавать на вебинарах. Так что у нас все, в этом плане все качественно. Про работу с группой. Как только вы присоединяетесь к нам, мы добавляем вас в чатик в Slack, где у нас непосредственно происходит общение между студентами и преподавателями. И плюс еще у нас есть, так, здесь написано, здесь написано, еще у нас есть чатик на самом сайте Отуса в личном кабинете, где все, что связано с домашними заданиями, с обсуждением проектов, можно проводить. Но, в принципе, основной, наверное, канал общения – это Slack для оффлайна. Для онлайна у нас все вебинары проходят в Zoom, то есть никакой задержки, как у нас сейчас на YouTube, не будет. Все в прямом эфире. Все очень-очень приятно и удобно. Так, пум-пум-пум. Да, немножко еще вещей про организационные моменты. Пять месяцев у нас длится курс продвинутый, начнется в мае и закончится в ноябре 2020 года. Так, вторники четверги с 8 до 9.30 по Москве. Конечно, все вебинары у нас проходят в прямом эфире, то есть у нас нет записей, преподаватели всегда приходят и рассказывают все в онлайне, но при этом мы записываем вебинары, прикрепляем их к личным кабинетам, чтобы в случае, если вы вдруг не смогли присутствовать, пропустили или просто хочется поспать и потом посмотреть. У нас все это есть в записи, в личном кабинете будет доступно. Один перевод бесплатно – это если вдруг что-то не понравилось или понимаете, что нет уровень, например, слишком высокий, надо откатиться, то можно перевестись в другую группу. Не уверен насчет другого курса, вроде тоже можно. Так, теория и практика. То есть, как уже сказал, теорию мы будем разбирать в рамках наших занятий, на самих вебинарах, в тех материалах, которые будем рекомендовать, в общении, в Slack и практике у вас будет идти через домашние задания и через проектную работу. При этом у нас такой, опять же, практический подход к теории в том плане, что у меня, по крайней мере, есть такая очень стойкая вера в то, что любую концепцию машинного обучения можно объяснить просто. И если она просто не объясняется, значит, объясняющий человек ее до конца не понимает. Поэтому у нас вся теория объясняется через три, скажем так, уровня. Первый уровень – это очень интуитивные, какие-то картиночки порисовать, на пальцах объяснить, чтобы было понятно, а почему эта модель должна работать. Потому что во всех случаях именно так можно объяснить всю подноготную, как это все работает. Дальше смотрим на математический уровень, то есть поняли, какая теория, теперь смотрим, как это на языке математики объясняется. Потому что, опять же, математика – это просто способ объяснить, а что там было до этого интуитивно. И дальше у нас идут практические примеры на каких-нибудь классных грязных данных, чтобы по хардкору. И получается, что у вас хорошее выстраивается понимание, как действительно эта модель работает, или этот метод работает, почему он работает. У вас есть интуиция, математика и практические примеры. Ну, а практика, которой вы сами занимаетесь, это домашнее задание и проектная работа. Но, опять же, каждое домашнее задание – это тоже мини-проект. То есть это не просто поотвечать на вопросы теста, это действительно вы берете набор данных, решаете конкретную прикладную задачу, получаете результаты. Так что у вас получится по окончанию курса хороший такой набор домашек, хороший набор проектов для вашего портфолио. Так, на этом моя часть всякая разная официальная закончилась. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, то давайте пообщаемся. Ну, опять же, у нас здесь задержка, поэтому я буду неловко молчать периодически. Так, на сайте написано, что начало курса 26 февраля, значит, я накосячу. Давайте посмотрим. Возвращаемся на сайт. Да, действительно, 26 февраля. Это мой косяк. Начинаем 26 февраля. По средам и по пятницам, и в 8 по Москве. Презентация написана, что с мая. Значит, подозреваю, что эта презентация уже для следующего потока была. Ну, в плане даты для следующего потока. Так что, вот даже есть выбор. Либо присоединяться в феврале, либо в пае. Так, пока вопросов особо нет. Если с февраля, то получается, курс будет до августа. Так, 5 месяцев. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Да, в июле он должен закончиться, в конце получается. До начала августа курс. Продолжение следует... Так, ну, давайте, может, еще 5 минут. Если вопросов не будет, то тогда не буду никого задерживать. Будем заканчивать. А если вопросы еще есть, то давайте пообщаемся. А будут скидки для участников сегодняшнего вебинара? Хороший вопрос. Не знаю, честно говоря, обычно что-то бывает. Но не знаю. По-моему, там в конце вебинара должно прийти письмо счастья. Сейчас уточню. Спасибо. 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 Да, кстати, пока не забыл. Сейчас там отвечу. Вижу вопрос. И еще пройдите, пожалуйста, опрос. Вот. Это просто опрос по завершению мероприятия. Так. То есть начальные знания для Machine Learning, Python Advanced и математика. Смотрите. Если вы имеете в виду Advanced курс, то мы здесь все-таки ожидаем еще умения... Где здесь у нас требования? Кого? Сейчас я найду. Вот. Необходимые знания. То есть мы все равно уже ожидаем от вас знакомства с экосистемой для машинного обучения. То есть если вы хотите на Advanced курс, то знакомство с библиотеками Python, необходимым для анализа данных, уже должно быть Pandas, NumPy, Scalern. То есть основные вещи. И, конечно, понимание, знание основных концепций машинного обучения. Как уже говорил, с нуля объяснять кросс-валидацию условно не будем. Если же вы говорите про Professional курс, который у нас... Так, где он тут у нас? Сейчас открою тоже. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Тут его нету. Сейчас откроем здесь. В Professional курсе мы не предполагаем наличие навыков машинного обучения. Так что туда можно идти. Да, действительно, просто знаю. Python и базовую математику, линейную алгебру и статистику. Так. И мне тут ответили, что насчет скидок нужно написать на эту почту. И вам ответят. Так. Где у нас Machine Learning? Machine Learning Professional. Вот в эту штуку у нас требования исключительно связаны с знанием Python, знанием базовой математики, статистики, линейной алгебры. И мы как раз этот курс начинаем с того, что объясняем супер базовые вещи, супер базовое машинное обучение. Так. Возвращаемся профессионал. Так. Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросы? Нет, спасибо. Тогда всем спасибо за внимание. Надеюсь, что было полезно. И присоединяйтесь к курсам, будем учиться и делать всякие прикольные штуки. Хорошо, тогда всем спасибо, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok